петуха пустила привет мои прекрасные с вами дарья крида и добро пожаловать на мой youtube канал в сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами а точнее показать новинки в косметическом рынке на косметическом рынке которые меня заинтересовали больше всего самые интересные такие знаете где-то неоднозначные где-то просто вот новинка где-то интересный выпуск интересное обещание в общем то что очень интригует и хочется вам показать и сама попробовать так что я предлагаю без долгих-долгих прелюдий начались это дело наносить на лицо комментировать ходить с этим течение дня в конце видео всегда показываю как это проносилось в течение дня а вы обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх бейте в колокол и приглашаю вас к просмотру откровенно говоря я заказал очень много косметики вот сейчас на декабрь и вообще в принципе чтобы ее тестировать 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 я пришел вовремя пополнились полки магазинов какими-то интересными новинками например вот вот это мне это пришло в подарок и столько запросов на тестирование не было очень давно все просили даже покажи что это это такой скандал но это надо протестировать собственно мы с вами это сделаем но для начала надо конечно же подготовить кожу и буду я это делать при помощи кремушка от нидли с пантенолом чтобы не утяжлить кожу распределяю я вам не раз уже про него рассказывала показывала учитывая сколько у меня ухода я каждый день могу что-то новое в течение месяца наносить банки не закончится и меня вот сколько просят снять видео любимому ходе невозможно это сделать мне кажется что я в своем внутреннем каком-то ощущении кого-то не покажу и это будет несправедливо потому что я это тоже люблю и просто у меня меняется вот так вот приоритетность в уходе то есть короче не знаю как с уходом быть снимать обзор на это просто не поднимается рука я буду в телеграме вам рассказывать наверное про свою уходовую косметичку каждом средстве почему я его люблю давайте так сделаем может быть какой-то типа марафончик такой в телеграм условный что я там буду весь месяц рассказывать о своем уходе подписывайтесь в инфобоксе и напишите там в комментариях именно телеграм хотите ли вы такой формат и вообще может быть в каком-то своем определенном формате вы хотите обзор на мой уход пишите я не помню спонж ну ладно будем кистями красить а когда я искала новинки разные косметические средства на разных косметических магазинах то увидела вот такой вот крем белорусский от релуи биби крем кориен секрет мейкап в общем корейская текстура обеспечивает уход идеальное тонирующее покрытие без эффекта маски подстраивается по тону кожи скрывает несовершенство бла-бла-бла тут spf 22 давайте попробуем мне кажется что это очень интересно потому что стоило достаточно приятно как и вся белорусская косметика обещания не менее приятные чем цена у меня оттенок 13 айвори беж тут такой вот носик да я действительно это прямо корейская текстура такого сливочного крема растушевывать сегодня буду кистью светленький пахнет детским кремом как будто каким-то по ощущениям кистью растушевывается проблематично прямо очень проблематично туго идет залипает попробовать может быть все таки пойти помыть спонж покрытие вообще очень легкое несмотря на то что у нас здесь туго шло очень светлый потенок прямо для белоснежек он нейтральный настолько насколько это возможно то есть он не розовый не желтый никакой он просто светлый дает легкое покрытие немножко лежит поверх но за счет того что я думаю что его кистью наношу давайте попробуем с другой стороны все таки спонжем пойду помочь потому что большинство я думаю наносит именно спонжем сейчас не забываем да я вам уже говорила видео про макияж лица про все о коже что очень важно перед каждым нанесением перед каждым использованием спонж мыть хорошо мыть желательно чтобы никакие том что там пористая у него такая структура и соответственно там бактерии размножаются дай бог наносим вторую половину лица точно по такому же принципу только будем растушевывать спонжем все происходит разы быстрее разве проще но но все равно какая-то по ощущениям нет такого что лежит поверх кожи а вот по ощущениям физическим тактильным на коже но именно в процессе нанесения видно как будто бы он по коже волын дается вот так вот из места в место ему как будто тяжеловато улечь знаете как ребенок когда спать не хочет их газет так по постели туда сюда туда сюда у вас там сидит сущность виде гномика не знает как бы мы так поудобнее лечь то чтобы уснуть наконец то же самое но в итоге положение удобное находится и все выглядит достаточно симпатично потому что вот здесь например где кистью наносила все улеглось тоже выглядит достаточно хорошо но тон лица очень светлый для меня прямо очень то она на два бы потемнее и они настолько светлокожие как вы могли бы подумать в целом пока что неплохо будем смотреть дальше как он себя ведет далее мы нанесем консилер я просто залезла в бренд и увидела сколько же у них интересных разных новинок и увидела вот такой вот консилер очень давно с вами essence не тестировали не кстати закупилась этот консилер у меня прям больше всего заинтересовал я очень люблю вот в таком вот формате это очень удобно несмотря на то что быстро заканчивается оптически скрывает темные круги и мелкие несовершенства контурирует и подсвечивает стойкий содержит гиалуроновую кислоту и кофеин можно наслаивать то есть вообще все что я люблю как говорится будем пробовать сначала надо прокрутить чтобы опа полезу оттенок кстати оттенок у меня 15 полный вот он как раз желтит чуть-чуть буду наносить посмотрим чуть не упала прямо на кофточку и распределяем пигментация прямо очень хорошая растушевывается тоже очень быстро но есть волнение что за счет такой пигментации он может подсушивать гиалуроновая кислота будем надеяться что не даст это сделать прям мгновенно до краснички нивелировал так чуть-чуть растушевываем также видите все спонжем намного быстрее идет на за это я так люблю спонж именно для своего личного использования на каждый день очень все быстро учитывая что у меня кремовая коррекция все кремовое и просто за несколько минут буквально делаю макияж можно чуть-чуть добавить пока что мне нравится как все перекрывает как все наносится выглядит очень интересно давайте приступим с вами коррекции мне пришла новая коллекция от бьюти бомб знаю я каждый раз какие эмоции вызывает обзор на бьюти бомб у меня у вас здесь я просто распаковывала все смотрела что там есть и увидела вот такой вот интересный продукт в красивой упаковочке и это скульптор скульптор в очень интересном формате и вот вот такое что-то там как будто бы надо наверное потрясти давайте посмотрим как его использовать просто описание прям очень интересная у него жидкая текстура в темно-коричневом оттенке внутри упаковки мягкие спонжи которые удобно наносить контуринг на кожу и текстуру в легкую тень это понятно встряхнуть перед использованием то есть там есть колобок который стучит по стенкам и выдает средства на спонж мне не терпится оттенок красивый кстати вот у бьюти бомб с контурингом вообще все хорошо со средствами для контуринга что во всех еще лимитка во всех этих коллекциях прямо интересные контуринге которыми я действительно пользуюсь поэтому я решила попробовать новинку который мне прям больше все заинтересовал если заинтересует если понравится я прям сниму целый обзор на эту коллекцию и там какие-то масоны чего-то сонская коллекция очень удобный такой охлаждающий спонж пахнет как будто какао очень приятно вот этим спонжем работа вообще по чуть-чуть переносит попробуем кистью расшивать сегодня также давайте здесь кистью а там спонжем очень приятный оттенок но как будто бы да нет все хорошо растушевывается быстро растягивается впечатывается без пятен не рвется не знаю насколько быстро застывает просто где-то залипает уже видите усаживается нам быстро усаживать соответственно влажный спонж поможет растушевать это все дело намного проще так смотрю во все отражения как всегда не цвет прям хороший не землистый не серый такой нейтральный но смотрите видите он здесь уже зафиксировался и начинаются проблемы с растушевкой где-то он прямо уселся и там его тяжело сдвинуть с места соответственно есть такой лайфхак можно нанести еще сверху но возможно что будет сильнее пигментация чтобы увлажнить обратно и растушевать ну либо же сбрызнуть чем-то типа фиксирующего спрея увлажняющего не супер матовым увлажняющим оттенок красивый натушевать его надо быстренько нанеслись раздушевую не так как я на лицо все нанесли болтаем что-то там никаких что-то там все должно быть быстро но коррекция просто восхитительная мне очень нравится даже несмотря на то что мне сейчас очень светлый тон кожи все произошло хорошо кожа даже вблизи выглядит хорошо то есть тональный уселся на данный момент консилер тоже выглядит хорошо даже не скатывается практически то есть прям вообще моя малюску пока вообще движемся нормально приближаемся с вами к еще одному интересному бренду я уже попробовал несколько продуктов надеюсь я не я правильно называю его аривы 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 наверное румяшки тут такой вот стик с одной стороны идет делу и влажный румянец прям глоссе но он без сияния просто такой влажный а с другой стороны стойкий более матовый нанесу покажу вам разницу потом я уже тестила его наносил несколько дней мне очень нравится во-первых оттенок оттенок у меня 05 розе такой как я люблю освежает зимний прям и его можно нанести видите нанесла капельку и все выглядит прямо очень хорошо матовый дюй в растушевке спонжем выглядит плюс-минус одинаковый если пальцем тушевать ну вот прямо незначительная разница вот здесь вот он как будто более подвижен здесь быстрее усаживается вот давайте я нанесу все-таки матовый так как и пудрится сегодня не хочу добавлю еще чуть-чуть пудрится не хочу потому что и так все очень сухо добавляю и растушевываю чуть-чуть наверх очень красиво на мой взгляд выглядит эта штуковина и от этого же бренда есть ду хайлайтеры здесь тоже soft matte да что ж не фокусируйтесь soft matte и тоже дьюи вот дьюи это вообще что-то с чем-то сейчас вам покажу я вам на свотч покажу увидите разницу я нанесу дьюи это просто безумно красиво это влажно это сочно это прямо люблю такое тушевать надо тоже аккуратненько быстренько чтобы ничего не порвать это просто роскошь очень красиво если я захочу я в конце наверное все таки увлажнилась а сейчас мы с вами переходим к гелю для бровей гель косметический для ресниц и бровей не знаю мне просто понравилась упаковка написано что отличная фиксация восстановление защита и увлажнение это гель от 3 луи очень похож на новый гель к по моему он эксклюзивный тоже в зая представлен тоже такой же щеточка ту вен сабо проверим с вами как все это дело работает предчувствую что практически никак но надежда умирает последний просто выкладываю щёточка хорошая частыми частыми щетинками не супер большая не супер маленькая длинная я люблю длинные щеточки на брод маленькие не люблю потому что они не лохматят брови ну то что не люблю но с длинными мне удобнее работать прям раз и все и красота в смысле хорошо щёточка удобная текстуру надо понять спустя время вот это насколько я поняла штука для ресниц давайте попробуем ей буду чесать она не открывается не открывается матерь бури о нет это точно для ресниц расческа для бровей она не подходит и очень удобно будет реснички расчесывать с души переборщили интересно интересно так ну и начинать самое интересное конечно же глаза потому что глаза я вам не могла не показать я везде уже показала насколько меня сильно заинтересовала эта новинка эта новинка от инфлюэнс бьюти палеточка теней который называется нейро артист тут можно создать как нюдовый макияж потому что ровно 5 оттенков для нюдового макияжа и ровно 5 оттенков для того чтобы добавить красок эта палеточка создавалась совместно с нейросетями это очень интересно это вот такие вот новые эксперименты и запрос перед нейросетями поставили такой что типа какой футуристичный максимально трендовый макияж какие оттенки нужны для максимально футуристичного трендового макияжа вот и нейросеть составила вот эти вот оттенки и по моему она вообще не прогадала потому что здесь вот этот вот симбиоз нюдо нежности аккуратности изысканности и цвета вот такого вот не супер в рви глазного какого-то я имею ввиду хотя здесь можно это создать но вот я вижу эти макияжи именно так что-то какой-то нюд и какие-то акценты я создавала такие макияжи в telegram показывала в общем давайте накрасимся что я сегодня хочу сделать это все в процессе как всегда у меня решается я как человек творческий набираю вот этот людовый оттенок которыми всегда закладывают складку и растушевываю оттеночек такой серо-бежево-розовый то есть очень хорошо ложится складку рисует естественную тень и выделяет форму глаза и здесь все оттенки так вот под подобраны что именно вот этот растушевочный изумительно закладывается для выделения акцентов то есть они прямо сочетаются он не конфликтует с ними вообще идеально растушевывать все эти оттенки нижний века тоже выделяю сразу всегда параллельно двигаюсь то есть на одном глазике сделала элемент на другом из тоже повторяют тоже самые элементы чтобы потом берут не забыть а во-вторых чтобы получилось все симметрично потому что рука у нее короткая в этом плане чтобы она делала те же самые движения всех по-разному меня так далее я наберу фиолетовый оттенок вот так вот он приходит на кисть я хочу сделать что-то такое полупрозрачное набивается он сразу активно есть буду растушевывать кистью с предыдущим оттенком не нужно вуальная тушевка никаких границ и сегодня не планирую хочу прямо сделать акварель у меня вот с этой палеткой случилось настроение которое у него очень давно мне хочется играть с цветами создавать 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 сразу же элемент повторяю набиваю и вот уж просто вы заметили что я даже никакой там особо пигментированной подложки нет там консилер это просто супер что-то легкое вообще даже не матовая пигментация просто вуальный консилер для зоны вокруг глаз да он пигментированный но это не замазка вы это видели далее я наберу бирюзовый оттенок и на открытом глазике нарисую его эту область нарисую его нанесу пигментация тоже обязательно подтушу и чтобы было все вуально можно даже спонжем угомонить интенсивность и при желании потом ее добавить наберу немножечко розового осторожно прям очень яркий я им стрелы просто рисую кистью и они держатся весь день соединю просто бирюзовый и фиолетовый при помощи этого розового я прям его вбиваю видеть там мелочь просто остается какая-то я настолько вбиваю розовый чтобы было совсем чуть-чуть теперь я пальчиком наберут этот сияющий оттенок вот этот до хромит этот чисто такой вот прямо нюдовой золотистый очень красивый а это до хромит в нем есть и такие зелененькие блесточки и он объединит сейчас эти оттенки матовые сатиновые пустое пространство наношу оттягиваю немножечко везде чтобы все сверкало смотрите какая роскошь получается и вот этот вот обычный золотистый оттенок обычный в плане нюдовой без дуахромости просто роскошно я обожаю его внутренний уголок просто вот эти вот два оттенка я наношу на каждый день выглядит макияж роскошно и наношу его во внутренний уголок и на нижние века кстати эту палеточку можно эксклюзивно приобрести только в лету аль я ходила смотрела тыкала все в наличии есть прекрасные мои зашла в лету аль с мороза и вижу стоит палеточка наша с вами и маст хэ за последнее время от инфлюенс нейроартист вот они эти палетки эксклюзивно представлены в лету аль так что если хотите физически потрогать пощупать эту палетку перед покупкой посмотреть какая пигментация какая текстура то приходите в лету аль смотрите обязательно приобретайте сейчас еще очень выгодно все можно приобрести так что красота нереальная можете тоже посмотреть посвочить и убедиться что аренка просто космическая что ей можно сделать такое количество макияжей мама не горюй и все они выглядят настолько по-разному настолько разные них можно создать вайп стиль в общем полный спектр и вот такие вот цветные макияжи я люблю когда просто есть цвета есть разные оттенки надо быть все равно очень нежно чуть-чуть вот это темного серого добавлю в нижнее веко чтобы соединить и добавить объемы просто взгляните на этот макияж я оставлю вам ссылочку на палетку летуаль и обязательно сходите просто потыкайте посвочите посмотрите вас она точно равнодушными не оставит это сто процентов потому что такую магию такую волшебную красоту ей можно создать теперь мы с вами давайте протестируем тушь наверное протестируем какую-нибудь одну из них и я предлагаю давайте розовую она наверное самая хайповая ваш экстаз там такой еще такой этот как он называется господи ну я назову это лозунгом каждая девушка должна это испытать должна испытать каждый какие-то в рекламные эти компании в общем неловко было мне самой покупать я ведь я ко мне все само пришло будем пробовать неудобно то что она гигантская и и никуда не положишь ни в какую косметичку но посмотрим на эффект и на стойкость хочу создать достаточно такие ресницы чтобы они были легкие утонченные не хочу объем потому что здесь такой макияж здесь нужно вообще около влажные ресницы оставить эффект ну она не как кабаре она другая мне она напоминает ой я не помню как даже называется татушь я очень ее любила и мне кажется сейчас мне ее дай я буду снова ей пользоваться фиолетовая такая с корсетом тушь все ну обычная тушь сказать я не знаю силиконовая щеточка кремовая формула равномерно наносится прокрашивает все реснички чуть-чуть их загибает чуть-чуть их удлиняет чуть-чуть придает объем то есть всего по чуть-чуть и это делает ресницы красивыми что тут еще скажешь по-моему все хорошо кстати брови вообще плохо зафиксированы ужасно ничего не держится все упало пробуем еще добавить потому что они вообще будет максимально пришивыми вышивыми шевелю мимика активная не такие благодарю за внимание хочу еще кое-что показать мне пришла такая рассылка потрясающая чупа-чупс я обожаю рассылки чупа-чупс там их масла для губ я специально оставил чтобы вам показать эту прелесть здесь мешочек все так красиво но самое главное это что это браслетик на мешочке именной я не знаю они точно знают как подкатывать к блогерам я вам честно скажу это просто восхитительно это очень мило это очень красиво я действительно ставлю это вообще на добрую память мазайки бумажуля это я всегда использую как косметички как что-то там ванночку эти косметички обожаю которые приходят в рассылках они всегда такие нежнейшие и тут три масла одно масло с персиком другое с клубничкой и третье с яблочком я возьму с персичком очень люблю персик вообще и аромат персика вкус персика цвет персика персик это наше все где нож какая прелесть не хочу никакие сегодня карандаши настроение максимально акварельное и нанесу маслица выглядит все миленько лучше традициях чупа-чупс пахнет персичком не супер жирная не истекающие сгуб она тинтует губы вы видите что она действительно придает им оттенок надо было с яблочком рачь чтобы не такие яркие были немножечко сегодня такая интерес герл получилось но по-моему такое настроение тоже должно быть как вам напишите пожалуйста как вам макияж как вам средства которыми я делала макияж может быть вы что-то уже пробовали может быть что-то захотелось попробовать как всегда давайте обменяемся мнениями насчет косметики в комментариях и конечно же не забывайте что каждая и каждая из вас прекрасны в любом виде увидимся в следующих видео пока пока не забудьте посмотреть как проносился макияж ну что давайте взглянем как проносился макияж если честно я весь день просто адски упираюсь в доме я перебираю вещи и я просто потею неистово все руки в сводчих что хочется сказать кожа выглядит прямо хорошо где то есть сухие места подчеркнутые но в месте где я наносила всю спонжем лежит все отлично на стороне где наносила кистью немножечко какая-то пробуксовка с влепания есть так что крем лучше наносить спонжем коррекцию я вижу я вижу отчетливо скульптор я вижу румяна я все вижу хайлайтер тоже вижу брови не лежат губы но естественно это было масло тушь на месте и тени все абсолютно на месте